Здравствуйте, уважаемые комрады! Много людей находят очень хорошие вещи, которые имеют какую-то ценность. Но загвоздка в том, что многие люди не знают, как и что отреставрировать, отремонтировать. В ювелирке это, в принципе, никто не занимается. Для этого есть свои наработки, с которыми я хотел бы с вами немножко поделиться. Ну вот, допустим, многие откапывают вещи достойные внимания. Для этого я могу хотя бы представить вот крестик, скажем так, очень хороший крестик, зачетный крестик. Как у нас говорят, на хорошем месте был найден. Но отсутствует, скажем так, ушко. Самое интересное вообще детали креста. Для этого очень много сам откапывал, люди приносили. Вот, допустим, крестик 18 век. Вот. Тут пол креста отсутствует, но ушко сохранено. И в этом варианте я хочу вам кое-что подсказать, показать и научить. А сейчас покажу, скажем так, всю процедуру с самого начала. Берем ушко сломанного крестика. Делаем из него то, что нам нужно. Ну вот, наше ушко готово. Ушко то, которое мы будем вставить сейчас взамен утраченному на том крестике. Также берем сразу крестик. И благодаря месту для припайки этого ушка. Ну вот, наша деталь. Готова к пайке. Теперь берем данный крестик. И то, что мы хотим к нему припаять. Опускаем в раствор под названием бура. Все это содержимое остается на минутку. Далее достаем все это дело. Достаем. И стараемся все это дело забурить. Бурить надо побольше. Потому что пайка будет происходить с серебром. И остужаться будет под своим, естественно, температурой. Так, крестик готов. Лошка так же забуриваем. Теперь соединяем вместе, стыкуем. Для этого нужно... Я использую небольшой держатель. Который очень много раз мне выручал. Сейчас мы его закрепим. Если всем видно, это будет выглядеть так. Где-то так. Теперь Подготавливаем Место Место пайки. Для этого Делаем очки Припой И наносим его На место, где у нас будет припаяно Вот такую Делаем капельку Теперь Подготавливаем Ушко Припайки Также берем Продолжение следует... вот такой вот он получился у нас красавчик сглаживаем до конца специальными надфелями к этому мы тоже прилагаем терпение потому что все детали должны быть выглядеть оригинально ничего лишнего но и от себя чем не лепить ну вот вроде бы тот крестик который мы брали без ушка теперь получился с ушком очень хорошим качественным с хорошей пайкой далее идет наноска нанесение на металл своеобразные патины для этого я использую свой скажем так рецепт патины ну а далее наносим патину очень близко к натуральной для этого создаем температуру небольшую и так аккуратно специальным раствором повтора не будет повтора не будет а 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 И быстренько-быстренько мы его даем ему свет и вид. Ну вот, еще немножко штриха, данный девайс остынет и готов для помещения в частную, в любительскую и в свою домашнюю коллекцию историй и находок. Удачи вам, а всего, ребята. Вот, потом навязаем из него уже квадратики. Но это серебряный? Да, это серебро. Это как бы та луч обработка. Обойди, о чем говорим? Обойди, о чем говорим? Обойди, о чем говорим? Бойди, о чем говорим? Бойди!